Дорогие сестры, у нас время для Божьего Слова. Сегодня я хотел бы говорить о том, что мы должны учиться доверять Господу. Не всегда это получается у нас, когда в нашу жизнь приходят какие-то благословения, хорошие вещи, добрые вещи. Мы, конечно, радуемся и Богу доверяем. Но когда в нашу жизнь приходят какие-то проблемы, трудности, опасности, вот здесь что-то с нами происходит. Мы впадаем в некое состояние страха. Некоторые люди впадают в такое состояние растерянности. Они не видят выхода из этой ситуации. Начинается такая внутренняя паника. И человек вдруг опускает руки, и вся вера его, она как проколотое колесо автомобиля, начинает сдуваться. Но мы должны научиться доверять Господу. Сегодня я хочу показать нам один текст, вместе поразмышлять и научиться от того, чему учит нас Слово Божие, чему учит нас Библия. Слава Господу! Давайте мы откроем место из Писания, книга Ветхого Завета, 4-я книга Царств, 6-я глава, мы будем читать и с 8-го стиха по 23-й. Сегодня я специально хочу прочитать такой большой текст, чтобы мы могли где-то будем останавливаться, размышлять, чтобы нам увидеть полную картину происходящего, и то, как человек, люди Божьи смогли справиться вот с этой ситуацией. Итак, давайте мы будем читать с 8-го стиха. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись проходить с ним местом, ибо там сирияне залегли. Посмотрите, царь сирийский, языческий царь, замышляет зло против израильского царя. И где-то там в кулуарах он собирает своих советников, собирает своих военачальников, собирает своих помощников, и они рисуют план нападения на израильтян. Удивительно, что в народе Божьем был человек Божий, который мог знать то, чего другие люди не знали. И как только царь сирийский замышлял какой-то план против израильтян и израильского царя, этот план становился известен этому человеку, который этот план и открывал пред народом израильским. Вы знаете, это важно понять. Когда человек замышляет зло, Бог знает, что он замышляет зло. И некоторые вещи Бог некоторым людям и открывает. И нам, как людям Божьим, Бог может открывать злые умыслы против нас. Это важно понять. Итак, смотрите, далее. «И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись, проходи всем местом, ибо там сирияне залегли». Я думаю, на то время израильскому народу очень сильно повезло, что в их среде был Божий человек, который мог предупредить от зла, который мог сохранить Израиль от какого-то кровопролития, убийства. Мы видим, что этот пророк, пророк Елисей, он узнавал замыслы сирийского царя, шел к израильскому царю и говорил, предостерегал, чтобы они не шли той стороной. Итак, написано, Бог хранил ни один и ни два раза израильского царя и израильтян. Десятый стих. «И послал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там ни раз и ни два». Этот стих говорит о том, что мы должны быть очень внимательны к тому, что говорит Библия, к тому, что говорит Божье Слово, потому что Божье Слово, оно может предостерегать нас, оно может уберечь нас от зла. Да, очень часто многие люди попадают в неприятные ситуации, в такие взлободневные ситуации только по одной причине, что они не внемлют совету Библии, они не внимают тому, что Бог говорит в их жизни. Они переступают, они говорят, да я сам знаю, или они говорят, мы справимся, или они превращают свою веру в Бога в какую-то самоуверенность. И в конечном итоге они оказываются в такой ситуации, из которой они не знают потом, как выйти. Мы видим, что человек Божий предостерегал израильского царя, и тем самым царь израильский мог сберечь себя и ни раз, и ни два. Что произошло? Посмотрите, 11 стих говорит, что сирийский царь встревожился, и он призвал, ну, понятно, ты строишь какие-то злые умыслы, ты делаешь какой-то заговор, ты пытаешься как-то навредить Божьим людям, и вдруг твой план вдруг не срабатывает. Он не идет так, как ты хочешь. Вдруг все об этом узнают. И это встревожило царя сирийского, и он призвал своих рабов, и посмотрите, он задает им вопрос, скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским? То есть, кто из наших находится в близких отношениях с нашим врагом, и кто стучит, или кто, как правильно слово, доносит, кто о наших планах рассказывает врагу, кто доносчик? То есть, у него сложилось такое впечатление, что они делают какой-то план, какой-то умысел, и вдруг этот план и этот умысел вдруг становится известен врагу. Конечно, сразу у тебя возникает такая мысль, кто-то из наших доносит, кто-то шпион, среди нас есть шпион, и он задает этот вопрос. И посмотрите, один из людей, один из окружения царя сирийского, он говорит, говорит, царь, среди тебя все верные люди, никто не доносит. Но мы знаем, есть одна проблема. Там у евреев есть Елисей. И все, что мы здесь в тайной комнате обсуждаем, Бог открывает ему. Он знает, даже не входя в нашу тайную комнату, Бог открывает ему. И знаете, что происходит? Он ему говорит те слова, которые ты говоришь в спальной комнате, Бог открывает ему. И смотрите, что в 13 стихе. В 13 стихе вдруг царь сирийский, он меняет стратегию, он понимает, что угроза теперь для него не израильский царь, а пророк. Он понимает, что вся проблема вообще не в израильском царе, а в пророке, которому Бог открывает тайны и предостерегает, через него предостерегает царя израильского и хранит Божий народ. Вот вы видите, друзья, такая очень тонкая грань или такое тонкое послание, что мы должны держаться за Господа. Бог силен нас хранить от зла. Бог силен нас предостерегать от какой-то опасности и не раз, и не два, и не три. И я знаю, что многие из вас, они уже переживали такое. Сегодня мы слышали, Максим свидетельствовал о том, как Бог хранил его. Бог может нас предостерегать. Но нам нужно держаться за Господа, нам нужно быть возле Него, нам нужно быть покорны Божьему Слову, слушать, что Бог говорит через Божьих людей. И это важно. И вот посмотрите, вдруг для сирийского царя происходит некое такое переосмысление. Он понимает, что вся проблема в Божьем человеке, план, который он замышляет, становится открытым и известным всему израильскому народу. И посмотрите, что он говорит. И сказал он, пойдите и узнайте, где этот Божий человек. И я пошлю и возьму его. Он посылает разведчиков для того, чтобы узнать, где прячется или где находится Елисей. И далее, когда он узнает, он посылает туда, посмотрите, они узнают, что он в Дафаиме. Ему пришли, сказали, мы нашли Елисея. Он в Дафаиме, там в городе. И 14 стих говорит, и послал туда коней, и колесницы, и много войска. Посмотрите, всего лишь на одного человека коней, всадников, колесницы и много войска. На одного человека серьезная опасность была для сириян, раз сирийский царь посылает туда так много войска. И далее, посмотрите. И послал туда коней, колесницы, и много войска. И пришли ночью, и окружили город, в котором находился Елисей. Вот ситуация. Вы знаете, ситуация, вот на мой взгляд, по-человечески, она безвыходная. Много войска, вражеского войска, окружила тебя. Выхода нет. Ты не можешь выйти ни через ворота, ни по стене спуститься, ни спрятаться. Они точно знают, что ты в городе. Ситуация, из которой тебе не выбраться. 15 стих, посмотрите. Когда наступило утро, служитель человека Божия встал и вышел. То есть слуга. У Елисея был слуга, он проснулся. Елисей еще, по всей видимости, спал. Рано утром слуга Елисея встал, вышел, и вдруг он увидел. Он увидел войско вокруг города и кони и колесницы. Увидел своими глазами. И далее мы видим, он говорит, увы, господин мой, что нам делать? Вот ситуация, в которой мы очень часто сталкиваемся. И вопросы, которые мы очень часто задаем. Что нам делать? Мы оказываемся в подобной ситуации, мы не видим выхода, нас переполняет страх, мы находимся в некой растерянности, мы задаем этот вопрос, что нам делать? И знаете, очень часто мы допускаем ошибку, потому что мы задаем этот вопрос очень часто не Богу, а людям. Мы идем к людям, мы спрашиваем у них совета, что нам делать. И вот посмотрите, теперь совсем другая ситуация, совсем другая реакция человека веры, человек, который знал Бога, человек, который верил в Бога, человек, который следовал за Богом. Смотрите, совсем другая ситуация. И сказал Елисей, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Посмотрите, слуга Елисея видел сирийское войско, колесницы и конницы, видел? Видел. А сам Елисей видел сирийское войско, конницы, колесницы, колесницы. Видел? Видел. А в чем разница тогда? Посмотрите, у них абсолютно разная реакция. Один находится в состоянии страха, растерянности, не видит выхода. У него вопрос, что нам делать? Второй же, наоборот, он в состоянии спокойствия, в нем нет растерянности. Он знает, что будет, Он знает, что делать, Он не задает вопрос, что нам делать. В чем разница тогда? Разница в том, что Божий человек еще видел то, что не видел его слуга. Вы знаете, друзья, глаза – очень удивительная вещь. Когда мы смотрим, мы видим картину. Мы наблюдаем. Но есть еще другие глаза. Я называю их духовные глаза. Точно так же, как и уши. Почему очень часто Иисус, Он говорил? Он говорил, они имеют глаза, но они не видят. И они не видят не потому, что они слепые. Нет, у них нормальные глаза, но они не видят то, что должны видеть по-настоящему верующие люди. Друзья мои, вот посмотрите, реакция Божьего человека, Елисея. Он умел смотреть по-другому. Он видел духовными глазами. Если мы научимся смотреть духовными глазами, мы научимся доверять Богу. И Елисей, этот Божий человек, он доверял Богу. Поэтому проблема, которая возникла вокруг него, она не смогла его привести в состояние страха, растерянности, безвыходности. Его глаза были открыты, а глаза его слуги были закрыты. и слуга Елисея мог только видеть физическими глазами, но духовные глаза его были закрыты. У Елисея же наоборот, он видел не только физическими глазами, он обладал способностью видеть и глазами духовными. Вот просто приведу вам пример. вы знаете, что мы никогда не остаемся одни. Никогда. Даже тогда, когда мы уединяемся в комнате где-то, или мы где-то, но мы никогда не остаемся одни. Знаете, почему? Потому что Божьи ангелы, они всегда рядом с нами. Иногда человек, он делает грех просто по одной причине, он думает, что он один. Он думает, что он один, и никто его не видит. Но он даже и представить себе не может, о том, что в тот момент, когда он совершает грех, когда он делает какую-то мерзость или противную Богу вещь, свидетелей его поступка являются также и ангелы. А кто такие ангелы? Ангелы это такие существа, которых Бог сотворил, обладающие определенной силой. Они обладают определенным могуществом и действуют только тогда, когда Бог им повелевает действовать. Поэтому когда мы молимся Богу, просим о чем-то Бога, иногда Бог сам вмешивается в нашу жизнь и что-то решает. И мы чувствуем это. Но иногда Бог делает другие вещи, Он просто посылает ангелов. И ангелы, когда мы молимся Богу, они приходят и решают какую-то нашу проблему. Это тоже важно понять. Я уверен в том, что когда мы родились свыше, когда мы приняли Иисуса Христа, Бог послал нам в помощь и в нашу поддержку ангелов. Сегодня Максим рассказывал вот это свидетельство, как его чуть там под этим прессом не убил. и я подумал, какой удивительный ангел вокруг него. Так умудриться согнуть его здорового в нужное время, толкнуть его, сделать шаг вперед и согнуть его голову. Какой могущественный ангел возле Максима. Попробуйте согните его. Знаете, друзья, нам нужно научиться смотреть духовными глазами. То, что видел Елисей, не видели другие люди. Когда мы научимся видеть то, что видел Елисей, или то, видеть теми глазами, которые не просто физически, но духовные, когда мы научимся доверять тем самым Богу, тогда из нашей жизни уйдет страх, уйдет растерянность. Мы будем видеть выход, не просто видеть, мы будем знать Его. Это есть доверие Богу. Вся наша проблема, что мы не видим, наши глаза закрыты, или мы слепы, мы не видим то, что происходит вокруг в духовном мире. Но это удивительно. Мы никогда не остаемся одни. Бог с нами, и Его ангелы, они всегда с нами, друзья мои. Я уверен, если бы у нас сейчас открылись глаза, мы бы увидели, сколько ангелов сейчас здесь, в этом доме. Я уверен в том, что они, ну, может быть, не все, но некоторые присоединились сегодня к нашему пению, или, наверное, скорее всего, мы присоединились к их пению, но мы этого не видим. Мы очень часто живем, мы приходим в собрание, и мы живем, вот, мы видим только наших братьев и сестер. Когда мы попадаем в какую-то ситуацию, в какую-то опасность, когда наш город окружен, мы не видим выхода, у нас паника, что нам делать? Все это из-за того, что мы не видим. Нет, мы верим в Бога, но мы Ему не доверяем. Да, мы верим, мы верим тому, что написано в Библии, но это Писание для нас какая-то сказка. Мы не верим, мы не принимаем некоторые вещи буквально, буквально, которые нужно принимать буквально, как есть. Поэтому Елисей был спокоен. Он видел. А что он видел? Посмотрите, Елисей учит своего слугу тому, в чем сам пребывал. Это важно. Он учит своего слугу тому, в чем он сам пребывал. и он был уверен. Тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. И вот теперь давайте считать. Царь сирийский послал туда коней и колесниц и много войска. Сколько это много? сколько коней, сколько колесниц и много войска. Сколько много? Вы знаете, вот кто-то взялся посчитать, но не смог сосчитать. Было много. Он начал считать, встал на крышу стены. Знаете, мы так обычно делаем, когда мы видим угрозу, мы начинаем считать. мы начинаем представлять, какая угроза, какая проблема. И вот я представил, этот слуга, вышел и начал считать, так, конницы, вокруг он начал обходить весь город, конницы, он начал считать людей, один, два, три, четыре, сто девяносто восемь, двести пятьдесят, ой, много, нет конкретного числа, много. и вот из-за этого много пришел страх, нас всего двое, а их много. Но знаете, что видел Елисей, в чем он был уверен, он говорил, с нами, те, кто с нами, их больше, чем те, кто с ними. Он был в этом уверен. И вы знаете, первое, когда я впервые прочитал этот текст, я представил себя на месте этого слуги. Я подумал, Елисей ненормальный какой-то. Кто с нами? Да мы вдвоем только. О чем он говорит? Те, кто с нами, больше, те, кто с ними, не бойся. А кто с нами? Да нас просто сейчас эти же жители города, в который мы пришли в Дафаиме, вот эти, они нас выдадут сейчас, кто с нами? Они спасают свои жизни от нас откажутся. Они скажут, нет, слушай, нам не надо, мы не можем тебе ничем помочь. Вам знакома такая картина? Когда мы надеемся на кого-то из людей, мы ищем там помощи, а там помощи нет. Я всегда радуюсь этому, когда я вдруг не получаю помощи от людей. Это прекрасная возможность, когда Господь может помочь тебе. И ты не знаешь даже, откуда она может прийти. Но если мы доверяем Богу, нашу жизнь, а если в той проблеме мы начинаем видеть то, что обычный человек не видит, мы увидим Божью славу, мы увидим Божье величие. Что делает Елисей? Он начинает учить своего слугу, тому, в чем сам пребывал. первое, посмотрите, он говорит, и дальше я говорю вам то, чему мы должны научиться. И первое, когда в нашу жизнь приходят подобные вещи, мы должны научиться не бояться. Первое, что дьявол посылает в нашу жизнь, страх, как я буду жить. Ну, я встречал одну женщину, она пенсионерка, наверное, это основной доход твою, это пенсия. И вот она рассказывала, она говорит, я получила пенсию, у меня было такое в планах, я уже ее распределила, вот это на квартплату, вот это на продукты, вот это на смерть, она уже так откладывала. И вдруг она пришла домой и обнаружила, что у нее пенсии нет. То ли потеряла, то ли вытащили. И знаете, она говорит, первый вопрос, который я задала, сама себе, а как я буду жить месяц? Как я буду жить вот этот месяц? И следующее, она рассказывала, ко мне пришел следом такой страх. Я так испугалась, как я буду жить? И я беседовал с ней и говорил, сестра, мы же должны, мы люди верующие, мы должны понимать, мы должны понимать о том, что Бог заботится, Он может заботиться о нас. Бог добрый, Он не оставит нас, не правда ли, друзья? Вот дьявол атакует нас, и первое, страх, как я буду дальше жить? Когда мы попадаем в такую ситуацию, что будет с нами? Но здесь Елисей учит своего слугу, он говорит, первое, не бойся и не переживай, ты попал в эту ситуацию, твой город окружили со всех сторон, ты видишь эти конницы, ты видишь эти колесницы, ты видишь много войска, нет никакого выхода, кажется. Первое, Он говорит, не бойся и не переживай, а второе, Он говорит ему, слушай Бога и исполняй Его волю. Вот все, что нам нужно, чтобы научиться доверять Господу. Первое, не бояться, не переживать, и второе, слушать Бога и исполнять Его волю. И Елисей, не просто он учил этому, он жил, он знал. Бог сказал, будет хранить нас. Он так сказал. Бог сказал, я не оставлю вас. Вы слышали когда-нибудь такое место, такое слово, когда он говорит, даже если мать оставит свое дитя, даже если мать оставит свое дитя, я, Бог, никогда не оставлю вас. мы должны это утвердить в своем разуме, в своем сердце, Бог никогда не оставит человека. Человек оставляет Бога, но если человек уповает на Бога, держится, Бог никогда не оставит его. В какую бы мы ситуацию не попали, видим ли мы это или нет, Бог не оставит нас. Он рядом с нами и его ангелы рядом с нами. Вы знаете, нам было бы легко жить, если бы мы видели ангелов. Идешь такой рядом с тобой ангел и он не такой не слабенький знаете как с крылышками такой летит. Когда мы читаем про ангелов мы видим это могущественные воины у них мечи сильные они готовы сражаться это не такой который летит знаете мы так с ним как с шариком знаете нет у нас такое представление такой ангелочек знаете вот с этих картинок как будто он так стрелу так пустил сердце нет почитайте внимательно вы увидите это могущественные воины которые преданы Богу которых Бог послал на служение нам людям это служебные духи нам людям и конечно если бы мы видели ангелов я представляю как некоторые бы ходили в школу как некоторые бы ходили по улице мы бы так если мы видели по правую по левую сторону ангелов этих воинов как бы мы вели себя мои ангелы Сергей сильнее чем твои нет мои ангелы сильнее пусть ангелы сражаются друг с другом иногда мы доходим до такого абсурда и ангелы смотрят они говорят слушай у них все в порядке мы же не будем друг с другом сражаться и они отходят в сторону и мы попадаем сами в ситуацию с которой потом не можем выбраться вы понимаете о чем я говорю но слава Богу что мы их не видим мы можем доверять Богу мы можем учиться верить Господу мы можем иметь духовные глаза посмотрите еще одна очень важная вещь которую Елисей сделал и молился Елисей и говорил открой ему глаза чтобы он увидел когда мы попадаем в такую ситуацию мы чувствуем как страх одолевает нами мы чувствуем растерянность мы не видим выхода этот вопрос что делать что нам делать он мучает нас может быть нам надо начать молиться Господи открой мне глаза чтобы мне увидеть всю ситуацию как она выглядит на самом деле вы понимаете мы видим только однобока с одной стороны вот нашими физическими глазами вот только так однобока но всей картины мы не видим она скрыта от нас точно так же как вся картина была скрыта от Иова этот этот человек который был благословением не было в то время не было такого человека он был праведный богобоязненный удаляющийся от зла он любил Господа всем сердцем и Бог благословил его и детьми и имуществом он был богатым человеком и мы читаем эту историю вдруг в какой-то один день в какой-то одночасье он потерял все все что имел его дети умерли богатство было разграблено что-то сгорело он сам находился в проказе и он не мог понять что происходит мы читаем об этом он находится в таком глубоком размышлении он не может понять что происходит с моей жизнью почему так эти вопросы мучили его его друзья приходили они еще подогревали всю эту ситуацию но он не видел он не знал что на небе была другая картина он не видел всей картины понимаете а на небе там происходили вещи там был диалог между дьяволом и богом и дьявол искушал бога он говорил знаешь Иов он только верен и праведен тебе потому что ты всему всего ему дал и ты поставил свою защиту над ним но лиши его этого забери у него то что он имеет и ты увидишь он перестанет тебя благодарить и он перестанет быть праведным Иов просто всего-навсего не видел полной картины друзья мои братья и сестры когда мы попадаем в какую-то ситуацию очень часто очень часто мы не видим всей картины мы видим только одну сторону Боже открой нам глаза наша молитва Господи открой нам глаза чтобы нам увидеть полную картину происходящего слуга Елисея видел только одну сторону он видел вражеское войско которое окружило его город Елисей видел всю картину он видел вражеское войско которое окружило его город и он видел воинство небесное и он мог увидеть это что те кто с нами больше тех кто с ними друзья мои братья и сестры пусть Бог откроет нам глаза чтобы мы видели полную картину не только маленькую часть но полную картину и когда мы видим это когда мы понимаем это мы находимся в другом состоянии страх не имеет над нами власти растерянность она исчезает вместо растерянности у нас появляется уверенность мы видим выход мы видим выход и посмотрите Бог он молится и он говорит Господи открой ему глаза чтобы он увидел и открыл Господь глаза слуге вы видите Господь он желает чтобы мы видели полную картину и он открыл ему глаза и он увидел вот вся гора наполнена конями колесницами огненными кругом Елисея можете себе представить что видел Елисей и чего не видел его слуга открылись глаза и он увидел и я представил такую картину слуга в бой наверное уже начал рваться что мы здесь в городе сидим Елисей беремен пойдем мы покажем сейчас он начал рвать ситуация она поменялась вы понимаете когда мы видим полную картину происходящего ситуация меняется наше отношение к жизни меняется доверие Богу посмотрите когда пошли к нему серияне Елисей молился Господу я делаю сегодня также акцент на том что мы должны научиться молиться Богу молитва то без чего мы не можем находиться и если мы попали в какую-то трудную жизненную ситуацию нам нужно молиться Господь открой мне глаза и дальше он молится и посмотрите он помолился Господу и сказал Господь порази их слепотою и мы видим с вами что Бог поразил слепотою все сирийское войско люди ослепли и далее история она очень удивительно развивается это уже отдельная история Бог сохранил Елисея более того Бог принес даже мир в Израиль через это благодаря чему благодаря тому что Елисей мог доверять Господу он доверял ему сегодня моя молитва мое прошение Богу Господи открой мне глаза мы сталкиваемся с разными проблемами и трудностями в семье с нашими детьми в личной жизни даже вы знаете ну вот я как бы с одной стороны я Богу благодарен что мы пришли что я пришел уже с женой в церковь я так Богу благодарен потому что я смотрю и так сложно было бы жениться в церкви выбрать свою жену с которой тебе нужно следовать до конца своей жизни так сложно я вижу это для некоторых так сложно определиться потому что почему потому что мы видим одну картину все такие хорошие все такие добрые но есть же ведь и другая картина я увидел в интернете один брат ну уже в возрасте нашел себе невесту скоро я так понимаю что скоро будет помолвка и свадьба красивая пара вы знаете такая красивая он красивый его избранница очень красивая и под фотографиями в интернете люди все пишут красавчики такие красивые такая красивая пара я вдруг остановился и я подумал а красивые ли они внутри вот мы видим только одну картину а Бог видит картину другую он видит полностью а красивая ли она внутри и я пишу этому брату этого брата я знаю его избранницу нет и я пишу ему слушай она красивая правда я хочу знать спросить тебя а красивая ли она внутри вот почему мы очень часто говорим братья сестры не торопитесь жениться и выходить замуж пообщайтесь помолитесь пусть Бог откроет вам ваши глаза снимет розовые очки чтобы вы увидели а красивый ли этот человек внутри мы видим одну картину вы знаете я однажды был поражен я встретил одну пару я не буду говорить где в каком городе я был поражен мужчина очень красивый а женщина она пережила какую-то трагедию и она была не то что некрасивая она была уродлива и они всегда держались вместе там где я был они были вместе она держала его под руку и он он ее не стеснялся не стыдился и потом я так с этим человеком так как-то мы с ним встретились ну близко и у нас такой какой-то разговор и знаете что я понял увидел он был абсолютно счастливым человеком в браке и такая пролетела такая мысль из его уст моя жена очень красивая внутри он так сказал она очень красивая внутри так сильно меня коснулось это сердце моего сердца он он увидел он видел я видел всего лишь одну картину я не мог понять как он мог она так некрасивая такая как как мужчина но обычно мы же стараемся таких я видел всего лишь одну картину но он он видел картину намного больше намного шире понимаете о чем я говорю в каждой ситуации есть две стороны ну вот даже даже взять библия библия она многогранная книга вы видите одну сторону есть вот еще другая сторона но это еще не все есть еще и вот эта сторона и вот это и вот так и еще вот так а еще она может быть открытой когда мы так читаем библию тогда мы по-другому ее видим у нас появляется полное понимание вещей так же и в жизни мы ограничены нашим физическим зрением мы физическим зрением мы можем видеть только одну картину но мы обладаем так же и духовным зрением когда мы приняли Иисуса Христа мы приняли его дух мы вместе с Иисусом Христом мы получили так же и разум ум Христов и у нас появилась способность думать как Христос конечно у нас и остались и наши мозги и очень часто мы продолжаем думать по старому мы мыслим по старому но нам нужно обновиться умом и учиться думать умом Христа который в нас пребывает точно так же у нас появились уши Иисуса и у нас появились глаза Иисуса мы можем видеть иначе мы можем слышать иначе что для этого нам нужно Господи открой на мне глаза чтобы я видел пришла вот эта ситуация она пугает меня страх атакует Господи открой мне глаза чтобы мне увидеть полную картину я привел лишь всего лишь несколько примеров но так же это касается всего в нашей жизни и бизнеса и работы и нашего здоровья вы знаете когда мы заболеваем очень часто мы мы сразу бросаемся в панику мы начинаем Господи что нам делать куда чего мы не видим всей картины я свидетельствую вам о своей жизни я так благодарен Богу что со мной это произошло все что я был 40 дней в коме что мои ноги они склеились и долгое время я лежал и не мог ходить и у меня была паника и страх и как я буду жить и депрессия но сегодня когда прошло время я понимаю и говорю Господи как хорошо что это все было в моей жизни что эти годы эти 8 лет я проходил и до сих пор прохожу через все это почему потому что я начал видеть полную картину но тогда я ее не видел тогда я смотрел только своими физическими глазами может быть ты молишься сегодня за своих детей и ты смотришь на них и говоришь мои дети они уходят от Бога они оставляют Бога они не хотят в Него верить тебя посещает паника страх но знаешь пусть Бог откроет тебе глаза потому что я верю то что Бог слышит наши молитвы я верю что Бог не оставит наших детей я верю что Бог хранит их я верю что Бог заинтересован в том чтобы весь дом спас и наши дети тоже я верю что Иисус умер и за них может быть ты сегодня смотришь на своих родителей то же самое посмотри другими глазами посмотри что Бог сражается за них он воюет за них он не отдаст их дьяволу я не знаю в какой сегодня ты ситуации находишься что тебя беспокоит может быть ты в состоянии страха растерянности ты не знаешь что делать тебе с твоей жизнью ты не видишь выхода все это из-за того что твои глаза закрыты ты видишь однобока только физически и я буду молиться сегодня о том чтобы Бог открыл тебе глаза чтобы ты увидел тех которые с нами больше тех которые с ними да благословит нас Господь встанем для молитвы и мы помолимся